Кремлевский оркестр и артисты федерального уровня выступили в Краснодоне. Концерт «Несломленные» приурочили к столетию со дня рождения молодогвардейцев. Большинство юных подпольщиков были 24-го года рождения. Более того, 75 лет назад в свет вышел фильм Сергея Герасимова «Молодая гвардия». Концерт основан на фильме и книге. Его посетил глава ЛНР Леонид Пасечник, заместитель управляющего делами президента страны Ольга Лякина, первый заместитель председателя Комитета Госдумы России Казбек Тайсаев и другие. До начала концерта еще час, а зрители уже собираются у сцены. Сегодня здесь выступят около 100 артистов. Всего программу готовили около 200 человек. Большинство из них приехали из столицы за неделю, чтобы успеть подготовить сцену, провести необходимые репетиции. К слову, сцену тоже привезли с собой из Москвы. Долго искали команду профессионалов. Артистов для монолога режиссер выбирал почти год. Теперь уверен, читают лучшее. Великие мастера, актеры театра и кино, мастера института современного искусства, такие как народный артист России, лауреат государственной премии Российской Федерации Дмитрий Пепецов, Иван Агапов, Сергей Маховиков и другие. Год подготовки, десятки репетиций, почти сутки в пути. И вот программу, не сломленной, на главной площади города видят земляки героев. Звучит вступление. Одна из семи композиций этого концерта. И уже первые впечатления зрителей. Переполняют эмоции прекрасные артисты, прекрасный оркестр. Очень замечательное исполнение. И, конечно, вся эта наша история молодогвардейцы, конечно, она берет за душу, и были слезы естественные. Я приехал в Москву и действительно сделала такое масштабнейшее, уникальное представление, которое тронуло, и я, честно говоря, слезы. Музыку сменяют монологи. Со сцены вновь звучат слова молодогвардейцев. Мы не ушли, мы остались. Я ни о чем не жалею. Символично возложение цветов. Как только артист завершает речь, подносит гвоздики к памятнику клятва. Пока здесь четыре цветка. Ульяны Громовой, Сергея Тюленина, Олега Кашевого и Любови Шевцовой. Они бросили вызов захватчикам, бросили вызов фашизму, но, к большому сожалению, отдали за это свои жизни. Я уверен, что подвиг героев молодогвардейцев будут хранить многие поколения наших потомков. И молодое поколение в первых рядах слушает наставления и смотрит фрагменты из фильма Сергея Герасимова. Там подвиг земляков, героизм и самоотверженность. В этих кадрах любовь к жизни и розине. Страшно не вы. Страшно то, что вас породило. Я жалею только о том, что не смогу больше бороться в рядах своего народа и всего человечества. Мы опять плечом к плечу боремся с неонацизмом, боремся за наше будущее. Город Краснодон вошел в состав России. И подвиг героев молодогвардейцев свят для всех нас, для всех россиян. Ценен для жителей разных регионов, значим для артистов. Эти роли для них особенные. Герои молодой гвардии, краснодонцы, молодогвардейцы. Это тот маяк, тот какой-то, та мечта детская, чтобы и ты что-то успел в своей жизни сделать так, как могли они. Оказываешься причастным к истории. Вот на этой земле, которая воспета Фадеевым, на которой происходили все описываемые события молодой гвардии, которые я учил еще в школе, которые я видел в кино и которые казались какими-то далекими. А оказывается, вот это происходило здесь, на этой земле. Актеры и артисты посетили музей и экскурсию. С гостями города встретились представители местной власти и сенатор. Сейчас Краснодон живет и творит для нашей победы. Я считаю, что это знаковое мероприятие, которое будет еще долго нести патриотику не только во взрослые умы, но самое главное – умы молодежи. Глава республики Леонид Пасечник вручил артистам и представителям управления делами президента России ординат дружбы, медали за заслуги в искусстве, за заслуги второй степени и почетные грамоты. Дарья Животовская, Александр Ушаков, Татьяна Статник, Алексей Бочаров. Новости Луганск, 24.